Дорогие друзья, здравствуйте! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии по-прежнему цветёт Александра Хайрульна. Ой, Ром, спасибо. Роман Шахов тоже здесь. Друзья, Сати Казанова только что на ваших экранах, только что в ваших приёмниках. И ближайшие прям минутки, секунды, Сати, обязательно окажется здесь, в нашей эфирной студии. Мы поговорим с артисткой, конечно, о её творческих планах, вообще о её жизни, настроении, о йоге непременно поговорим. Ну и, конечно, о суперновом клипе. Да, клип называется «Моя правда», дорогие друзья. И, правда, очень интересная работа. Я надеюсь, что у вас будет возможность в течение всего часа смотреть и слушать Страну ФМ, значит, клип вы не пропустите. Ну а теперь выпускаем в эфир замечательный дуэт. Если ты меня не любишь, Егор Крид и Молли, и в ближайшее время повстречаем здесь нашу гостью. Оставайтесь в компании Страны ФМ. Алло. Здорово. Привет. Здорово. Слушай, как правильно, Молли или Молли? Молли. 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 Окей. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. С тобой не могу найти контроль. Теперь домой я отправлю свою любовь в трезведь. Нет, стоит. Это слухи, я не такой. Не верь. Но порой эти суты ломятся в дверь. Ну как ты могла, ну как ты могла, раздеться наши чувства догола. Договори другому все те же слова. Бла-бла-бла. Но я же знаю, что ты без меня не хочешь, 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 хочешь. А с тобою нам быть нельзя, и будет эта песня для тебя. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Поцелую долго-долго, дальше можно все забыть. Колол меня иголкой, не оставляя правой нить. Теперь как небо-небо-небо-небо. Смотрю в глаза их не я, любила ночью кто-то за меня. Если я в чужих руках, помню, что ты сказал тогда. Лучше ты не прощай, стучи в висках. Но я же знаю, что ты без меня не хочешь, 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 хочешь. А с тобой нам быть нельзя, и будет эта песня для тебя. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь, то и я в ответ. Сатья Казанова в эфире телевизору канала Страна.ФМ. Мы очень рады. Привет, Сатья. Я рада. И моя радость, это тавтологично. Привет всем. Прошу извинить за ожидание. Знаете, я подъехала вовремя, и вдруг меня осеняет. О, боже. Вернее, мне Татьяна, моя помощница, пишет. Она красилась ли ты? И такая, нет. Я за пять минут в машине сделала то, что я сделала. Очень красиво, очень нежно. И сейчас все включили из Страна.ФМ сказать, что за пять минут может сделать актриса. У меня настолько смешалось кони-люди. Я вчера прилетела из Прибалтики, я до этого была в Туцци. То есть у меня все вот такое уже. Ну рассказывай, да, хвастайся. Я забываю, где и кто что. Где телеэфир, где радиоэфир и так далее. Слушай, на радио-то обычно там очки и кепочку наденешь, и как бы никто тебя не видит. Главное, слышит и хорошо. У нас так не прокатится, Тим. Мы тебя, конечно, поздравляем с твоим новым чудесным клипом. Спасибо. Сначала вы слушали песню, а теперь появилась чудесная картинка. Она у нас уже неделю, эта история в эфире крутится. Мне так рада и благодарна. Да, тебе спасибо большое. Но сегодня мы, конечно, хотим от тебя услышать какие-то истории про то, как все снималось, про то, как ты это все сама воспринимаешь и ощущаешь. Ну и вместе, дружно с тобой, с нашими зрителями еще раз внимательно посмотрим. Твой клип «Моя правда». С радостью расскажу. Если меня понесет, это будет очень долго. Мы себя будем поддерживать. Вы мне показываете, да. Песня эта пролежала лет так шесть, наверное. Чья она, песня, скажи? Автор Наталья Павлова. Очень талантливая девушка. Она живет в Одессе. Она автор еще одной песни моей «Спит мое счастье». Ну, там же красиво очень. Более того, у меня лежат еще две ее песни, которые ждут своего часа. Шесть лет будут лежать. Сколько? Вот «Моя правда» пролежала порядка пяти или шести лет. Так же песня «Спит мое счастье». Ну, она же вышла... Ну, вспоминаю, вспоминаю. Год назад? Да, год назад она вышла. Ну, где-то так, да. Ну, она поменьше получается. Еще одна песня с названием «Ловила дыхание». «Лежит и ждет часа». И еще одна песня «Мама выйдет, надеюсь, зимой». Ну, они точно выйдут, да? Мама, все, все песни. Знаете, каждому исполнителю, если он не является автором, ему настолько важно найти своего автора. Помните, как у Пугачева был, скажем, такой творческий союз с резником? То есть все это очень-очень важный момент. Сейчас уже таких творческих союзов все меньше. Обычно мы, так как пчелы, с цветочка на цветочек. Ну, вот здесь ты нашла. Да. Нам присылают тонны песен. На сайт, на твой, да, присылают? На сайт, на почту. У нас есть одна рабочая песня, куда присылают. И моя команда прослушивает. Потому что, конечно, из 100% там добрых 95 не то. И вот из оставшихся 5% мы смотрим, слушаем, ищем. И у меня, в общем-то, на добрых 2 альбома хорошего материала. Уже. Да, и сейчас, знаете, я за 2010-м я покинулась. 7 лет я в сольном плане. У меня нет до сих пор альбома как такового. Тебе не стыдно сойти? Мне не стыдно, потому что в российских реалиях все иначе это происходит. Зато у меня столько синглов, что каждый является таким хорошим, крепким и светлым хитом. И мой альбом будет абсолютно хитовый. Сейчас я соберу. 100%, конечно. Страна ФМ. Снова, друзья, в эфире телерадиоканал Страна ФМ. Александра Хайрулина. Роман Шахов и, конечно, Сати Казанова, наша любимая, красавица, умница. Клип «Моя правда». Давай о нем поговорим. Расскажи, пожалуйста, кто режиссер, принимал ли ты участие в продувании сценария и так далее. Автор идеи кто? Автор идеи, режиссер и всего-всего Александр Филатович. Мы уже третий раз работаем с этим замечательным режиссером и просто золотым человеком, с которым всегда смешно, забавно и очень легко. Мы снимали с ним клип «Дура», клип «Спит моё счастье» и вот сейчас «Моя правда». Происходило это в Подмосковье, в одном из лакшери-хотел. Ну, хотел вообще там просто. Он крутой, он крутой, он очень стильный. Нам же нужно было такой футуристик. Долго думали, то ли лететь в Сочи, где... Как все футуристик. Футуристик и поновее, скажем. Но в итоге нашли здесь, и это было очень просто. Идея сама, история такая была интересная, что не нужно было наворачивать каких-то безумных. Нам нужна была ясная погода. Но в этот день были каждые 10 минут то солнце, то снег. Нужно было поймать. Это был какой-то... Рубрика «Закон подлости». Это был невероятный день. Да. И когда на балконе у нас есть вот единственные 15 минут, когда нужно снять определенную сцену, а у нас вместо солнца снег, Фило Тойч говорит, «Гениально! Нам подходит снег». Вот он такой человек. У нас будет вместо солнечных зайчиков у нас будет такая картина а-ля из «Килл Билл». Это художник. Это сделает нашу историю еще более загадочной. Настоящий художник. Настоящий художник. И затея была в чем? Что этот мир в каком-то определенном будущем, когда мир роботов настолько вошел в мир людей, это взаимодействие человека и робота, это же... Вы же понимаете, что это достаточно аллегорично все. И в жизни и сейчас так происходит, когда мы рядом с собой хотим видеть человека, который исполняет все наши желания. Мы же не хотим живого, который... Не всегда хотим. Мы хотим контролировать, чтобы он был ровно такой, какой нам надо. Это правда, да. Это можно вообще 10 трактований этого клипа узнать, видеть. Ну ты что-то говорила из своей жизни, вот какие-то случаи. Давайте вот так, потому что я вижу так. Из моей жизни это то, что есть желание контролировать. Есть желание, чтобы твой человек рядом с тобой, в этих отношениях, все было так, как ты хочешь. Сидеть, стоять, там, тапочек, звонить, писать, любить, отстать, там, ну и все. Но так не бывает. И слава богу. И в конце героиня, в конце клипа, она ужасается своих чувств, она сама выходит из-под своего же контроля, машина-то выполняет ее командой. И уже сцена такая интимная, это в ванной уже под душу происходит. Я все думал, не закоротит ли там, понимаешь, вот. Ну это такой робот, не закоротит. И она пугается своих чувств и выключает робота. И тут еще есть одно трактование, когда мы пугаемся своих чувств. Или у нас что-то не получилось в одних отношениях или в одной истории. Мы оттуда сбегаем, и через какое-то время начинаем что-то новое. Мы думаем, что все, мы начали с чистого листа, сейчас все точно будет обновлено. Но урок-то не пройден, да? Нет, золотые слова. Закон жизни и кармы гласит, пока ты не прошел этот урок, тебе заново придется по колесу в пельче, в сансары и так далее, крутиться и крутиться. Поэтому... Расскажи, пожалуйста... Глубочайший философский абсолютно клип. У меня просто вопрос, такой, видите, бытовой, жизненный. Этот человек реально играл или это 3D было нарисовано? Это реальный человек, одетый в костюм, который специально сшила команда Филатовича. Они в 3D уже, ну, как бы в графике уже дорисовали. Если вы заметите, в профиле у него неестественно тонкая шея, как бы переход от черепа к шее, он вот такой, так не бывает у людей. То есть у него глаза горят, вот эти все эффекты... Немножко такой, да. Включился, включился. Я робот немножко, он такой, да. Да, вот это все... Нарисовали. Да, это все нарисовали в графике. Ты довольна своим клипом, скажи, пожалуйста? Я довольна клипом. Я не очень довольна своей игрой, потому что у нас было так... Ну, я сейчас оправдываюсь, видишь, да? Конечно, плохо сыграло, мне так кажется. Да что ты. Я могла лучше, я просто знаю, я могла бы лучше. Я перфекционист, включился... А тут телефон звонить, ничего. Нет, это твои поклонники. Это наш рабочий телефон. В общем, да, но мы, конечно, сейчас не будем принимать звоночки именно на мобильный телефон, у нас нет такой возможности. Но у нас есть прямой телефон, и если кто-то захочет позвонить, задать вопрос, сойти, пожалуйста, милостью просим, 495-276-089-9. Скажи, пожалуйста, ты как к технологиям относишься? Боишься? Может быть, робот-пылесос у тебя дома или все делают живые люди? Расскажи. Вообще, я думаю, что придет такое время, когда эти самые бездушные машины... Заполонят. Заполонят, да. И все меньше и меньше будет какого-то живого, интересного общения, наверное. Честно сказать, меня это несколько печалит, потому что все меньше живых людей, меньше живого труда. Когда ты в магазин приходишь, и вся пища, например, ты покупаешь, как какие-то продукты, они сделаны какой-то машиной. Они пустые, они холодные. Когда человек кушает эту еду, он тоже наполняется определенным состоянием. В общем, на даче, девчонки, необходимо выращивать овощи, фрукты по возможности. Да, и своими ручками все делать. Сейчас как раз уже сезон посадки идет. Потому что надо ценить сейчас время. От растений перейдем к зверям, а потом мы продолжим общаться. Районный квартал у нас сегодня с Ати Казанова. Друзья, впереди вот вы уже слушаете только что короткое содержание клипа. анализ его разбираем по полочкам. Очень скоро посмотрим. Наконец, новый клип с Ати Казановой «Моя правда». Будьте с нами. Телерадиоканал «Страна.ФМ». Продолжим. Редактор с Аб candles Никто не привыкал, ярко шалтые очки, два сердечка на бренка, развеселые злочки, твое имя на руке. Рояны, кварталы, живые, спасибо, я ухожу, ухожу, красиво. Рояны, кварталы, живые, спасибо, я ухожу, ухожу, красиво. У тебя все будет класс, будут ближе облака, я хочу, как первый раз, и поэтому пока. Ярко шалтые очки, два сердечка на бренка, развеселые злочки, твое имя на руке. Рояны, кварталы, живые, спасибо, я ухожу, ухожу, красиво. Рояны, кварталы, живые, спасибо, я ухожу, ухожу, красиво. В ад и все никто не ждет и никто не в дураке. Кто-то любит, кто-то вред и летает в облаке. Ярко шалтые очки, два сердечка на бренка, развеселые злочки, твое имя на руке. Рояны, кварталы, живые, масивы, я ухожу, ухожу, красиво. Я ухожу, ухожу. Слушай, смотри, страна ФМ. Любители хорошей музыки и красивых клипов, обращаюсь к вам, внимательно смотрите и слушайте страну ФМ, потому что очень скоро здесь будет клип Сати Казановой. Новый клип, красивый клип, вы не пожалеете, если его посмотрите. Клип называется «Моя правда», ну и мы совершенно, только правду ожидаем от нашей гости Сати Казанова. Привет тебе еще раз, Сати. Привет. Ты, конечно, большая умница, ты помимо того, что успеваешь записывать новые потрясающие песни с хорошим глубоким смыслом, снимать интересные красивые клипы. У тебя же еще и второй проект очень серьезный, который параллельно существует в твоей жизни, это Сати Этника. И концерты, между прочим, уже за рубежом страны, уже был концерт и в Латвии, в Риге, создался концерт, где еще-то было. В Женеве, в Лондоне, то есть это за последние полгода, ну с января месяца у нас был концерт, значит, Лондон, Женева, Рига, и вот следующий будет под Франкфуртом в Германии на фестивале Just Love. Кстати, я вас всех приглашаю туда. Спасибо. Если вы введете в поисковик Just Love Festival, вам выдастся вся информация, как туда добраться, как, что, все это очень доступно и по ценам. Или в Инстаграме почитаем твой второй аккаунт, правильно? Да, спасибо, что напомнил, да, у меня есть второй аккаунт, кстати, Этника. Кратко расскажу, это проект, который лет 5-6 назад, у меня просто, он начался как, знаете, я не могла этого не делать. Вот, наверное, как хобби, мне было мало вообще важно, принесет это мне когда-то деньги, я не могла этого не делать. Там 10 человек хотят слушать, о, классно, я для этих десятерых поспою. Ну, так по фану сделала, да. Да, по фану. Сначала 10 человек, потом 20, 30, но сейчас уже сотни, это не тысячи, бывают залы 50-70, вот сейчас в Риге было то ли 60, то ли 70 человек. Это не тот зал, о котором мечтает человек, который известен на миллионы, да, как в моем случае. Но мне настолько классно, я такая счастливая в этот момент. Давай расскажем, да, что если вдруг кто-то не знает, что это мантра, ты исполняешь. Да, в этом проекте, сати Этника, сердцем и содержанием являются прежде всего мантры. И мантры санскритские, и не только, там и суфийские мантры есть, но также есть старинные композиции, которые, знаете, вот из серии давно забытых или стилизованных, но которые вот эту энергию первозданности в себе хранят. Голос вселенной такой. Да, голос земли, голос вселенной, вот как мать земля бы спела, вот такие у меня, а когда я слышу что-то, вот такие ассоциации, у меня прям сразу, включаюсь. И такая музыка, она понятна всем, неважно какой язык, потому что есть такое изречение, мой учитель говорит, музыка это язык бога. Ты записываешь их? Скажи, пожалуйста. Альбом у тебя скоро будет. Вот альбом, кстати, Этника выйдет буквально в течение нескольких недель, нам остались просто детали, как декорации, альбом, там, оформление, и релиз будет международный, он скорее будет в Штатах. Ну все тогда. А в Россию он придет по поясе. Я надеюсь, что этот диск купит Джеймс Кэмерон, и во втором аватаре мы услышим вот твою Этнику. Сати. Хорошая идея, мне нужно ему отправить альбом. Отправь. Дорогой мистер Кэмерон, вы искали меня всю жизнь, но не знали об этом. Поэтому я вас сама нашла. Да. Сати, ну скажи, пожалуйста, вот твой концерт, Сати Этника, ты совершенно в другом костюме выступаешь при этом, правильно? Да. А совершенно другая музыка звучит, а другие песни. Но не было ли таких курьезов, когда тебя сидела и говорила, Сати, радость, привет. Сати, моя правда, где песни, где любимые? Ждут же, наверное, от тебя все равно или нет? Ты заранее предупредишь? Да, иногда бывает, да, что там, а спой, пожалуйста, спит мое счастье. Ну, спит мое счастье, оно еще как-то вот вливается, да, в эту историю. Бывает, что там, и дай рассвет, а я говорю, извините, пожалуйста. В этот раз она замечательная песня, она светлая тоже, это очень позитивная. Всему свое время, конечно. Но она здесь не вписывается, простите. У нас должна сейчас вписаться песня и клип, любимка квест. А, сори, звонок. Денис, к нам дозвонился. Денис, привет. Да, Денис, привет. Здравствуйте, Сати. Я бы хотела вам задать вопрос. Сати, расскажи, пожалуйста, о самых смешных моментах. О самых смешных моментах, Денис спрашивает. О самых смешных моментах, Сати. Включили, да. В общем, просит рассказать тебе какой-то смешной момент. Прошу прощения. Самый смешной момент чего? Жизни, гастроли. Ну, в творчестве, так понимаю, гастрольной жизни. Когда снимали клип. Когда снимали клип, нам подсказывают режиссеры. Когда этот клип снимали, сейчас я вспомню. Были забавные моменты. Ну, пластиковый человек тебе подходит. Твоя первая реакция, да, может быть, что-то такое. Было забавные моменты. Ну, тут можно было, конечно, смеяться, но уже было настолько... Мы уставшие, это дело к трем ночи близилось. Самая последняя сцена, где мы в душе стоим. Я типа оголенная, на самом деле, я была в белье, просто как бы так. Часто, конечно, столько фантазии разрушила. И, значит, сзади меня стоит наш Вадим Пушкин, это наш сотрудник офиса нашей компании «Голден Лук», который мужественно, господи, он с шести утра до трех ночи пробыл... Он еще стоял. Нет. Он пробыл в этом ужасном, недышащем, вот в этом синтетическо-пластиковом костюме. А его еще если снимешь, его потом фига денешь. И периодически его подкрашивали баллончиком, потому что серебро стиралось с него. И еще дышал этим баллоном, все это было... И потом эта маска, которая тоже периодически подкрашивалась. И мы, значит, мы в душе, вода льется, а у него же такая история. А он молчит такой, такой хороший, мужественный. И какой-то мой говорит, я затыкнусь сейчас, захлебнусь. И ты начала колоться. Ну, мы, конечно, посмеялись. Суть была в том, что у него маска наполнялась водой. Он уже дубль терпит, второй терпит. Уже когда реально уже нос закрыла, он говорит... И вот, знаешь, он говорит, а вода такая... Мы такие, Вадим, отдыхай! Ну, мы сняли с него, вода такая вылилась. Он подышал, и мы сюда сняли. Друзья, клип, правда, обязательно в нашем эфире в ближайшее время появится. Но сначала посмотрим, послушаем любимку от Quest Pistols Show. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы как звезды падаем с тобой, чтобы каждый мог сжигать себе любовь. Потому что человеку нужен человек, чтобы держал его рукой рукой. Мы те звезды, что падают вверх, и взрываем небо как фейерверк. Чтобы миллионы людей на земле подарить самим яркий смех. С самого утра перед глазами твои глаза, у них самый кайфовый взгляд. Я могу наблюдать за ними часами. Я не могу, я не могу, я не могу, не наблюдать за двоими глазами. Я не могу, я не могу, не наблюдать за двоими глазами. Друзья, для многих она любимка. Мы ее тоже обожаем за... Любимка. ...за то, что у нее прекрасная красивая улыбка, за то, что солнечные песни, и за то, что снимает роскошные клипы, друзья. Сати Казанова в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». И, между прочим, далеко не у всех, но у избранных, у некоторых есть возможность позаниматься сати-йогой. Вот на сайте у тебя потрясающий раздел «Атмакрия йога» и анкета, которую нужно заполнить. И, насколько я знаю, она очень такая серьезно составленная анкета, и отбор очень серьезный в твои ученики происходит. У меня за год всего семь студентов. Давайте кратко расскажу, что такое «Атмакрия йога». Все вообще из названия можно понять. Слово «атма» значит «душа». Вот та самая бессмертная частица Бога, та самая душа, которая в каждом из нас... Которая из жизни в жизнь переходит. Это, если... Да, да, да. Хорошо. Бессмертная «атма», которая часть параматмы. Слово «крия» значит «очищение» или «действие», «осознанное действие». Ну, слово «йога», которое настолько уже стало популярным, модным, но мало кто задумывается, что значит «йога». «Йога» — это единство или соединение. Чего с чем? Атмы с параматмой. Вот для чего мы вообще здесь и живем, и что нам нужно как раз сделать. То есть это полигон учебный, земля. Нам нужно соединиться как «атма», как частица с вечным. Стать лучшим воплощением себя. Это единица с божественной своей природой. И эта техника... Я не все пробовала, конечно же. Это ж не ты сама ее придумывала? Нет, это мой мастер ее создал и передал. То есть ты как сертифицированный преподаватель теперь, да? Да, буквально в 2008 году эта техника... Что этих же преподавателей мало в России? Нас 30 человек всего. 30 человек всего. В России нас 30 человек, по миру нас что-то около двух сотен. Это не так много, как вы понимаете, для всего мира. Ну, скажи, это отличается от какой-то классической хатха-йоги, от янгара? Абсолютно. Абсолютно отличается. Что такое техники крия-йоги как таковые? Я думаю, есть ряд людей, которые об этом знают. И такое понятие, как крия-йога, вы можете встретить в книге «Автобиография йога» Парамахамса йогананды. Это была любимая книга Стива Джобса, Джона Ленна. Кстати, очень-очень рекомендую ее вам прочесть, чтобы вообще помять. Запишем потом, да. «Автобиография йога». И крия-йога, она известна еще с 40-х-50-х годов благодаря Парамахамса йогананде. И в этой книге это рассказывается очень художественным, невероятно ярким, интересным языком. И в начале 2000-х мой мастер сделал некий апгрейд и сделал некую концентрацию, такую выжимку для современного человека. Потому что то, что было в 50-х уже не годится. И люди, которые практиковали старые техники крии, которые сейчас практикуют атма крии-йогу, говорят, что это как пересесть с ретроавтомобиля на высокоскоростную ракету. Она основана в основном на медитации, правильно я понимаю? В основном это медитативные техники. Там есть несколько техник пранаямы, чакровая медитация, несколько асан там есть, которые... То есть тут больше не про тело, потому что тело же, ну как, инструмент для того, чтобы все это произошло. Как ты отбираешь учеников своих, скажи, пожалуйста. Ну вот по этой анкете, по этому опроснику... Который на сайте у тебя? Да, да, да. Я много могу понять. Мы там потом списываемся, связываемся с этими людьми. И еще очень непростой момент, как нам всем наши графики состыковать. Ну, конечно, да. Инициация, посвящение в эту технику занимает два полных дня. У меня таких дней свободных двух, полных крайне мало. Раз в два месяца я могу себе такую... Раз в месяц в лучшем случае. Ну, если кому-то очень захочется, они, конечно, могут подстроиться по твой график. Это точно. Ну, они стараются. Несколько слов об эффекте, скажи. Эффект? Да, что, как это. Но нам, людям, простым. Я практикую пять лет каждый день за редким-редким исключением, а то и два раза в день. Вообще-то надо два раза. Мне как преподавателю тем более. Ты можешь практиковать это как полтора часа, так и 30 минут. Чаще 30-40 минут я это делаю, потому что времени не очень. Это бодрость или что? Как это вот? Гармония? Бодрость — это приятный бонус. Любовь. То самое состояние любви, которое мы ищем, удовлетворение любви, это в санскрите называется ананда, блаженство. То есть любовь, которая генерируется внутри, и ты ее не требуешь извне. Да! Гениально! Золотые слова! Кстати, милые мои, хорошие, у нас клип «Моя правда». Твоя правда, Саша. Давайте смотреть клип. Смотрим. Можешь узнать меня только тогда, когда солнце заходит. Сможешь узнать, куда нежность моя, обернувшись, уходит. Падает капля за капля из неба простывшего утра. Ласковым словом меня разбудить оказалось нетрудно. Падает капля из неба простывания. Падает капля из неба Ezrarenda. Падает капля из неба. Прошлое перечеркнуть и опять, и сначала Сможешь, конечно, мир перевернуть Всё равно будет мало Падаем вместе так слепо друг друга Земли не касаясь Только два слова из тишины И я потерялась Вот она, моя правда Держи её Вот она, и не надо Больше ничего Вот оно, моё сердце И где-то здесь От тебя я прячу Всё, что у меня есть Вот она, моя правда Держи её От тебя я прячу Всё, что у меня есть А очень хочется узнать продолжение этой истории Может быть, может быть, появится Сати, как ты думаешь? Может быть, продолжение этой истории? Потом у них появились дети Ну, что-то, что-то, да Ну, время такое, знаешь Мы на пороге революции, робототехники Кто знает, кто знает Ну, да, как говорят, что сейчас на Земле живут помесь человеческих созданий с рептилоидами Есть, наверное, и такие Да, иногда действительно приходишь к такой мысли Сади, мы тебя поздравляем Мне даже как попохило от этой мысли Мы тебя поздравляем ещё раз Спасибо тебе большое Потому что этот клип украшает наш телерадиоканал И песня сначала украшала, теперь ещё и клип Спасибо большое Мы желаем тебе творческих успехов Мы желаем тебе успеха твоему этническому альбому Который вот-вот выйдет на неделе Мы с Ромой обязательно заполним анкету на твоём сайте Будем надеяться, что... Ну, а вдруг, мало ли ты, что мы пройдём? Вы можете напрямую Смотрите, те, кого я знаю лично Не важно, чтобы люди туда не приходили Из праздного любопытства Получить от звезды какую-нибудь йогу Сделать селфи Это ужасно, это недопустимо в данном случае Потому что это такое сокровище Это я не пирожки продаю Это штука, это вообще какие-то копейки Это понятно, что для меня два дня потратить Это служение в моём случае Это счастье Это больше чем Если я вас лично знаю и чувствую, что вы действительно готовы и хотите Я буду рада два дня Спасибо, Саня Мы желаем тебе чудесного лета Мы желаем тебе продать машину Потому что... Ой, вы это знаете Спасибо, потому что у меня уже новая куплена А старый девайк некуда И у меня позавчера покупатель, который два месяца мурыжил, пропал Вот это да Вернись, покупатель Мне нужно что-то делать с этой машиной А потому что я думаю, что твоя машина, она тоже необыкновенная Она необыкновенная И она хочет попасть действительно в настоящие хорошие руки Три года я в ней медитировала Молилась и там всё вот-вот-вот пропитано Она в хорошем состоянии Подробности в Инстаграме Сатей Казановой есть все подробности Заходите Мы уже, кстати, ещё раз благодарим Всегда любим Я вас благодарю И рада тебе приходи, пожалуйста К нам почаще Хорошего лета тебе Спасибо большое всем телерадиоканал Страна ФМ Друзья, вы, конечно, оставайтесь дальше в нашей компании Хорошая музыка, замечательные клипы Всё это будет Ну и, друзья, конечно, лайкайте клип Сатей Казановой Обязательно Как только увидите его в интернете Поставьте лайк Спасибо за визит До новых встреч До новых встреч Люблю вас Пока